Шершеля фам, говорят французы, и они правы. Во всех поворотах истории или переплетениях человеческих судеб нужно искать женщину. За тысячу лет в истории Франции правили 40 королей, возле которых всегда были женщины. Именно женщины возводили королей на трон, из-за них разгорались войны, присоединялись новые земли, а короли расставались с короной. Историк и писатель Гибретон замечательно сказал, настоящая история Франции – это история любви. Поговорим о пикантной истории, случившейся во Франции в XIV веке, так называемом деле Нельской башни. Это история про трех бургундских принцесс, ставших королевами поочередно после того, как их обвинили в прелюбодеянии и приговорили к тюремному заключению. А ведь короли-рогоносцы в истории Франции раньше не встречались. Поскольку встречались принцессы со своими любовниками в Нельской башне, то эту историю и назвали делом Нельской башни. Оказывается, назвали совершенно напрасно. И все было совсем не так. А как было на самом деле и как повлияло на историю Франции? Друзья, спешим поделиться радостной вестью. Уже на следующей неделе в интернет-магазинах наконец появится книга наших авторов. Коллекция заблуждений 20 самых неоднозначных личностей мировой истории. Если вы любите нас смотреть, попробуйте и почитать. Это не менее захватывающе. В книгу вошли истории, которых не будет на ютубе. Кажется, об этих исторических фигурах нам известно абсолютно все. Где и когда родились, кого любили и ненавидели, с кем дружили, а с кем враждовали. Но что, если утвердившиеся в наших умах представления лишь иллюзия, сотканная из стереотипов, домыслов и пустых слухов? Мы собрали для вас самые неожиданные факты о самых известных героях. В общем, уже сейчас в лабиринте можно оформить предзаказ и в ближайшее время получить книгу. Ссылку дам в описании. По этой ссылке доступна и международная доставка. У короля Франции, Филиппа IV Красивого, было три сына, которые все по очереди побывали королями после смерти отца. Людовик Сварливый, Филипп Длинный и Карл Красивый. Они были женаты на трех бургундских сестрах – Маргарите и ее двоюродных сестрах Жанне и Бланш. Филиппа IV можно охарактеризовать как человека молчаливого, но очень красивого. По выражению хронистов той же эпохи, подобно статуе, изваянной из камня. Это был человек много размышлявший, но очень мало говоривший. При этом Филипп Красивый очень любил своих снох. Так преобразивших унылый лувр. Они организовывали празднества, балы, приглашали популярных певцов и поэтов. Их жизнь походила на веселый праздник. Больше всех король любил самую старшую из них – Маргариту Бургундскую. За ее красоту, улыбку и умение отважно высказывать каждому. Все, что она думает о нем. Когда Маргарита вышла замуж за Людовика, ей не было еще 15 лет, а Людовику было 16. Маргарита была не просто красавицей, в честь которой трубадуры сочиняли песни. Она была прекрасно образована для того времени и умна, хотя в некоторых источниках ее называли злобной и тощей. По прошествии 700 лет трудно понять личность человека, а также распознать правду и ложь о нем. Мне хочется думать, что она все-таки была замечательной красавицей. А вот и ее мужа Людовики писали в хрониках как о моте, расточителе и очень инфантильном человеке, хотя отец наказывал его за эти пороки. Людовик был мрачен, скучен и интересовался скачками, псовой охотой и игрой в мяч больше, чем Маргаритой. Как наследнику престола, ему приходилось много времени уделять государственным делам. Маргарита два года после свадьбы старалась добиться его расположения, но безрезультатно. И девушка заскучала. После получения титула королевы Наварской она образовала собственный двор и стала пользоваться полной свободой. К ее двору была допущена вся придворная молодежь. Три бургундские сестры вели себя совсем неблагоразумно. Они любили играть в прятки и прятаться в большой шкаф с самыми красивыми кавалерами из компании, ожидая дальнейшего интересного развития событий. Выпрашивали комплименты у кавалеров и одобряли тех мужчин, которые рассматривали их без стеснения. А самое главное, они выдумали новую моду, желая шокировать королевских придворных. Изготовили себе платье, где юбка имела вырез с одной стороны до бедра. Стали появляться слухи о тайных поцелуях и мимолетных объятиях на лестницах дворца. И не только. Однако никто не мог дать точных показаний, и большинство людей относились к этим слухам, как к пошлым и вымышленным сплетням. Сам король и его сыновья были безразличны к забавам трех сестер. Но наступил 1308 год. Единственная дочь короля Филиппа Красивого Изабелла вышла замуж за английского короля Эдуарда II Плантагенета, происходившего из графского дома Анжу. То есть французского короля, как пишут британские учебники истории. Этот Эдуард II был геем. В будущем он будет низвергнуть с престола своей супругой Изабеллой и убит в 1327, в тюрьме в Беркли, самым жестоким способом. А именно был посажен на раскаленный докрасно железный пруд. Но пока всего этого еще не случилось. И Изабелла перед отъездом в Англию сделала подарки всем членам королевской семьи. Маргарите и Бланке она подарила великолепные кошельки, которые сама вышивала. Усхищенные принцессы сразу повесили их к своим поясам. «Пусть эти кошельки принесут вам счастье», — сказала Изабелла. Но все случилось с точностью да наоборот. Вскоре Маргарита обратила внимание на конюшевого Филиппа де Оне. Он был моложе ее на два года и очень хорош с собой. Они стали любовниками. Но любовникам встречаться во дворце, где королю докладывалось обо всем подозрительным, было крайне трудно. Тогда она привлекла на помощь сестер с просьбой дежурить в коридорах дворца. За свою помощь они потребовали, чтобы каждое утро она делилась с ними своими любовными переживаниями. И сестры возжелали таких же любовных приключений. Им повезло, ведь у Филиппа де Оне был старший брат Готье, который был женат на знатной даме Агнессе де Монваранси. Это обстоятельство не помешало вступить ему в любовную связь с Бланш, женой Карла Красивого. А Жанна просто помогала этим парам устраивать свидание. Некоторые историки сомневаются и в ее супружеской верности. Если у Маргариты с Людовиком брак был несчастливым, у Карла с Бланш совсем обычным, то Филипп, похоже, обожал Жанну, написал ей много любовных писем, и у пары родилось пять детей за короткий срок. Длительное время никто во дворце и не догадывался о том, что творилось по ночам в апартаментах принцесс. А в 1311-м у Маргариты родилась дочь Жанна, хотя до этого в результате шестилетнего брака с Людовиком Сварливым детей у нее не было. ДНК тестов тогда не проводилось, и кто был отцом Жанны, осталось неизвестным. И Людовик, и Филипп внешне были похожи. Оба светлоглазые и светловолосые, как и Жанна. Этот роман продолжался еще три года после рождения Жанны, пока не случилось страшное несчастье. В 1313-м Филипп Красиво отмечал праздник посвящения своих сыновей в рыцаре. По такому случаю во Францию приехала Изабелла с мужем Эдуардом. И вот во время празднества Изабелла обратила внимание на братьев Деоне, а точнее на кошельки, висевшие у них на поясе. Это были те самые кошельки, которые она вышила своими руками и подарила их бургундским принцессам. О своих подозрениях королева сообщила отцу лишь весной 1314-го во время своего визита во Францию, вероятно, получив дополнительные доказательства измены сестер. Выслушав дочь, Филипп Красивый попросил сохранить беседу втайне и отпустил ее. А сам тотчас отдал приказ следить за принцессами. После двухдневной слежки он получил такой рапорт, который исключал всякие сомнения. Король целую неделю думал, как ему поступить. Но узнав, что многим во дворце давно известно об изменных сестер, Филипп принял решение покарать женщин. Пусть народ знает, что королевское правосудие карает всех виновных, кем бы они ни являлись. Есть версия, что была и другая причина. Его умершую любимую супругу Жанну Наварскую народная молва считала распутницей. Проявив беспощадность к сестрам, он мог тем самым признать невиновной свою супругу на распутство, которое он некогда закрывал глаза. Как бы то ни было, сестры были арестованы и посажены в тюрьму. Народ тут же стал сочинять невероятные истории о том, что принцессы, подражая королеве Жанне Наварской, заманивали по ночам к себе в Нельскую башню студентов и предавались с ними разврату. А после бросали своих любовников в сену. Говорили также, что профессор университета Буридан, приглашенный тремя принцессами, был рано утром выброшен в мешке в реку. Но он, догадываясь о том, что его ожидает, попросил нескольких студентов подогнать к подножию башни судно, груженное сеном, куда и упал в то время, как его сообщники бросали в воду огромный камень, чтобы принцессы не заподозрили что-то неладное. Все это, конечно, было сплошной выдумкой. Однако эта легенда получила такое широкое распространение, что об этой истории спустя 150 лет вспоминал первый французский лирик средневековья – Франсуа Вийон в своей балладе о женщинах былых времен. И вот тут следует подробнее поговорить о той самой Нельской башне. Хотя дело о прелюбодеянии трех бургундских принцесс называли делом Нельской башни, как раз они не имели никакого отношения к этой самой башне, ведь все их свидания проходили в Лувре. В 1308-м Филипп Красивый купил Нельский дворец и пожаловал его своему старшему сыну Людовику Сварливому. Почему-то народ обвинял в ночных преступлениях Жанну Наварскую, любимую жену Филиппа Красивого, не учитывая, что она умерла за четыре года до того, как ее супруг купил дворец башни. А в 1332-м Филипп IV Вулоа передал Нельский дворец своей супруге Жане Бургундской, прозванной Хромоножкой, родной сестре той самой Маргариты Бургундской. Скорее всего, к делу о Нельской башне имела отношение именно она. Вполне вероятно, что именно ее имела в виду народная молва, говоря о бургундской принцессе, именуемой Жанной, которая иногда приглашала к себе в покое молодого студента, проводила с ним ночь, а утром надежные слуги убивали его и сбрасывали в сену, зашив в мешок. Жанна Хромая или Хромоножка, королева Франции, действительно славилась распущенностью, злобным нравом из-за уродливости и хромоты. Учитывая все эти ее физические недостатки, ясно, что очаровать знатного аристократа у нее не получалось. При помощи слуг ей ничего не стоило заманить в свои покои из находившегося тут же дома студента, какого-нибудь студента, желающего познакомиться с таинственной знатной дамой, тоскующей по любовным утехам. Но давайте вернемся к трем бургундским принцессам. По мнению французского историка и писателя прошлого века Амбелена Робера, они встречались со своими любовниками, помимо Лувра, не в Нельской башне в Париже, а в Нельском отеле в Пантуазе, принадлежавшем семейству Нель. Из-за совпадения названий и случилась ошибка историков, занимавшихся этим делом. После ареста через несколько дней сестры предстали перед судом, на который были приглашены важные особы. Маргарита и Бланш были вынуждены сознаться в изменах супругам, после того, как их известили, что их любовники после пытки на дыбе во всем сознались. Их приговорили к пожизненному заключению, обрели наголо, нарядили в грубые монашеские рубахи и в повозке, затянутой черным сукном, отправились с Парижа в замок Шато-Гояр. А Жанна яростно защищалась и утверждала, что ей ничего не известно о неблаговидном поведении Маргариты и Бланш, что она не была у них в милости и не была посвящена в их тайны. В отношении нее прямых улик не обнаружилось, хотя некоторые хронисты утверждают обратное, но ей поставили в вину только то, что, зная о преступлении, она не донесла королю. Ее также обрили и отправили в заключение в замок Дурдан. Проезжая по улицам столицы, она кричала народу о своей невиновности и умоляла ради любви Господней сообщить об этом сеньору Филиппу. В этой истории не существует никаких данных о коллективных оргиях, групповом сексе или обмене любовниками относительно этих трех дам. Увы, победа над дамами из высшей знати не принесла счастья и братьям де Оне. С любовников бургундских принцесс живьем содрали кожу, затем их кастрировали, обезглавили и повесили тела на эшафоте. Наверняка они под пытками на допросах признались во всем, в чем их обвиняли, и даже в применении колдовских любовных эликсиров. Тот самый французский историк и писатель прошлого века Амбелен Робер в книге «Драмы и секреты истории» 1306-1643 выдвигает интересную версию, что эти, по его мнению, не слишком красивые молодые люди, а один из них был немного горбат, подверглись казни за неимением возможности наказать других виновных, которых защищало их высокое происхождение. Ведь маловероятно, что два простых конюшек были бы единственными любовниками Маргариты и Бланки. Известно, что во время следствия, проведенного по настоянию Филиппа Красивого, погибло немало людей, замешанных в эту историю. Ну а теперь поговорим о дальнейшей судьбе главных участников этой драмы. Король Филипп IV Красивый умер в том же 1314-м, на 47-м году жизни, после несчастного случая, произошедшего с ним на охоте. Многие связывали его смерть с проклятием великого магистра ордена тамплиеров, Жака де Мале, который перед своей казнью предрек Филиппу смерть менее чем через год, что и случилось. Но, скорее всего, виной всему был обширный инсульт. Есть предположение, что дело трех бургундских сестер было для него сильным потрясением, и именно это способствовало его преждевременной смерти. Его дочь Изабеллу французы осуждали за заговор против невесток. Французская волчица, так ее прозвали, тоже обзавелась любовником Роджером Мортимером, и с его помощью захватила власть, а также участвовала в убийстве низвергнутого супруга короля Англии Эдуарда II. Возможно, она потом и пожалела, что затеяла процесс против бургундских принцесс. Старший сын и наследник Людовик X взошел на престол и был коронован в августе 1315, оказавшись королем без королевы. Заботу о королевстве он переложил на дядю Карл Вуа, который был сыном короля, братом короля, дядей короля и даже отцом короля, но никогда сам не был королем. Положение в стране было тяжелое из-за неурожая, голода, начались народные бунты. Но Людовика это не волновало. Его главное желание было избавиться от славы рогоносца, заключив новый брак с Клеменцией Венгерской. По каноническим законам супружеская измена не являлась для этого достаточным основанием. Единственной причиной для развода могло стать признание Маргариты и незаконности их дочери, Жанны. По легенде, Людовик снова и снова посылал гонцов в Шато-Гояр, требуя от Маргариты согласия на развод и признание в том, что Филипп де Анне был настоящим отцом Жанны. В обмен на это он обещал отправить Маргариту в монастырь. Долгое время она отказывалась. Людовику повезло. В возрасте 22 лет Маргарита Бургундская умирает. Есть мнение, что умерла она от лишений и болезней. Хотя из хроник того времени мы знаем, что ее удавили, и сделано это было по приказу ее мужа. Людовик женился на Клеменции Венгерской, которая была скромна, кратка и религиозна. А маленькую дочь Жанну он просто возненавидел, обращаясь с ней так грубо, что ее вынужденно отослали из дворца на воспитание в Бургундию, в замок, где когда-то выросла и Маргарита. После смерти Людовика в обмен на корону Навары и ее независимость, Жанна подписала отказ от всех прав на французский трон. Но при этом она написала «Дочь короля Франции» и всю жизнь перед титулом королевы Навары ставила это уточнение. Она была счастлива в браке с Филиппом III де Эврё. Родила восьмерых детей, но никогда не любила воспоминания о матери, так безрассудно лишившей ее семьи в далеком детстве. Людовик правил всего 18 месяцев. После игры в мяч король выпил холодной воды и почувствовал себя больным. Впал в беспамятство и умер через сутки. Это, конечно, еще одна тайна в истории Франции. Франция осталась без наследника. Королева Клеменция была только на четвертом месяце беременности. Их сын Иоанн Посмертный родится в положенный срок и умрет в возрасте пяти дней. О нем забудут. На перстнице Маргариты по тюремному заключению в Шато-Гояр Бланш-Бургундская формально пробыла несколько месяцев королевой Франции, пока в 1322 очередной папа не дал разрешения на развод ее супругу Карлу Красивому, ставшему королем после смерти брата Филиппа Длинного. Так как новому королю необходимо обеспечить себя наследниками. Брак признавался недействительным лишь по причине известной степени родства между супругами. Согласно сообщениям хронистов, она была одной из самых красивых женщин своего времени. Хронисты пишут, что она даже забеременела в заключении. Когда Этьен Дабанэ, епископ парижский, прибыл в Шато-Гоярд для переговоров относительно расторжения ее брака, он нашел веселую, смеющуюся женщину, которая не стала чинить никаких препятствий его миссии. В порядке компенсации епископ предложил ей перевод в другое, менее суровое место заключения, на что она очень спокойно заявила, что чувствует себя прекрасно в Шато-Гоярд. Хотя некоторые историки уверяют, что бланш помутилась рассудком в заключении. В 1326 она была переведена в монастырь Мобиусон, где приняла постриг и скончалась в возрасте 30 лет. Ее бывший муж Карл Красивый вступил поочередно в два брака, правил 6 лет и скоропостижно умер, не оставив после себя наследника мужского пола. Больше всех повезло Жанне Бургундской. Ее освободили из заключения в 1315. Уже через год она была коронована, но через 6 лет стала вдовствующей королевой. После своего освобождения родила сына Филиппа, умершего в раннем детстве. От этого брака тоже не осталось наследников мужского пола. Умерла в возрасте 36 лет. Дело Нельской башни не только сильно повредило репутацию женщин из высших кругов, но и возродила из далекого прошлого солический закон. Когда в 1316 умер Людовик X, его дочь от Маргариты Бургундской, Жанна, была отстранена от наследования французского престола. Хотя многие считают, что именно тогда и вспомнили про солический закон. Все-таки это решение было принято потому, что передавать корону девочке законность происхождения, которая была под подозрением, при наличии двух сыновей Филиппа IV, было неразумно. Тогда и родилась знаменитая фраза «Лилии не придут». Филипп и его брат Карл также умерли, не оставив потомство мужского пола. А их дочери были отстранены от престола наследия. Капитингов на престоле сменили в Элуа. А этот самый закон ни разу не упоминался ни при воцарении Филиппа V, ни при коронации Филиппа VI. И был упомянут лишь в 1358. Несмотря на то, что Филипп в Элуа, сын Карла в Элуа, претендовал на трон при поддержке французского дворянства, сын Изабеллы, французский Эдуард III, заявил о своих правах на французскую корону. Он исходил из того, что приходится более близким родственникам, покойному королю, чем Филипп де Велуа, и считал себя неоспоримым наследником престола. Его притязания были обоснованными, так как он приходился покойному королю племянником по материнской линии, тогда как Филипп был лишь двоюродным братом. Но Эдуард был наследником по женской линии, а Филипп по мужской. Возник вопрос, могут ли женщины передавать право на наследство, если сами не обладают ими. Эдуарду напомнили просолический закон, но он не отказался от своих притязаний на французский престол. Десять лет он готовился к войне, и в 1338 началась Столетняя война. Вот такой неизгладимый след в истории Франции оставила любовь в жизни трех бургундских принцесс. Если вам было интересно, подписывайтесь и не забудьте нажать на звоночек уведомлений.